Не выше 20 в час. Если бы это соблюдалось, проблем бы не было, говорят жители пятого дома улицы Костомаровской. Опасным чащееся через двор транспорт стал причиной многочисленных обращений. Сначала в управлении ГИБДД. Ездят грузовые, фуры, экскаваторы. Милиция, когда мы дорогу перекрывали, они приезжали, наряд приезжал. Ну и соглашались, мы сделаем премию мер. Меры приняли, установили знак «Жилая зона». Но он гонщиков не укоротил. Было составлено 184 административных материала за текущий год именно по нарушению правил проезда жилой зоны. Однако опять жители продолжали жаловаться. Не только жаловаться. Есть и предложение установить видеофиксаторы, сделать искусственные неровности и оборудовать тротуар. Но благие идеи остались на бумаге. Мы сделали все, что могли по данному вопросу. Теперь жителям этого дома только остается обращаться в администрацию. Так и сделали. Инициативную группу возглавил Алексей Логвинов. В пятом доме он живет с момента сдачи, поэтому хорошо помнит, как и зачем строилась эта дорога. Эта дорога предназначалась при строительстве дома как подъезд к площадкам для этого дома. Или для скорой помощи, для пожарных. Но потом эту дорогу продлили насквозь. С тех пор, как говорится, понеслось. За годы по нервам проживающих в этом доме проехались так, что жильцы решили, пощады водителям больше не будет. После долгих попыток жители решили принять радикальные меры. Они надеются, что уже в скором времени вместо знака жилой зоны появится другой. Въезд запрещен. Решили положить с одной стороны блок железобетонный, перекрыть движение. Машины, которые пожарные, спецмашины, для вывоза мусора, скорой помощи, подъезд будет в любое время. Свои машины, которые к подъезду в стоянках, тоже подъезд будет. И все жильцы согласны с этим. К такому повороту в администрации Орла были готовы. В статье проработки находится вопрос открытия двухстороннего движения по улице Андреяна, для того, чтобы исключить тот поток транспорта, который сейчас есть по этой улице и около подворовой территории этого дома. Закрыть Костомаровскую или нет, в мэрии обещали решить уже в декабре. Кстати, улицу включили в городскую программу дорожного ремонта на 2014 год. Если заградительных мер не последует, гонять по ней будут еще быстрее. Продолжение следует...